Счастье. Деревенское скукопище или один день из жизни. Муж в отъезде. Утром скочила проверить коней. Половина седьмого утра. Коней напоила, недоузки нарядила, вливаду выпустила. Пусть любятся. Кур посчитала, зерна насыпала, сыворотки налила, воду поменяла. Убрала у коней в денниках, принесла сено, парник раскрыла, рассаду полила. Домой прибежала, кашу сварила, деток накормила. Обсудили, куда пойдут гулять и что будут считать. Внезапно десять утра. Кони затребовали на выгул. Пока кони снова пели, сварила собакам кашу, налила воды, собак переобнимала. Была облизана, где достали. Коней от комаров побрызгала, с песнями и танцами. Ибо кое-кто рыжий не любил это дело, на холмы побежала. Одного отвела на один холм, другую на другой холм. Постояла на холме, глядела красоту. По пути встретилась бабуля-соседка. Имели беседу за целебные травы. Главная новость, чабер уже кое-где цветет, надо идти и нюхать. Прибежала в огород, повтыкала ранние помидоры, штук сорок. Убежала домой, схватила первого попавшегося мальчика и обучила русскому языку. Что не впихалась, впихнула другому мальчику. Он как раз к экзамену готовится. Схватила воскутное одеяло, самозабвенно стягала вручную, взволновалась о коне. Побежала проверить. Конь, он умеет ссылать ментальное СМС, кем и спасается, запутался вокруг деревца. Комары вокруг плясали и точили ножи. Распутала коня, была поцелована в руках. Прибежала домой, схватила младенца, обучила математике как смогла. Второму повелела бесконтрольно учить английский, потому что грамматике, все равно не знаю, не помогло. Почти не учил. Попутно сварила обед, впихала в мальчика. Мальчики снарядились гулять с понаехавшими в деревню на праздник друзьями. Прибежала к компу, воткнула в френд-ленту, попутно съела обед. Внезапно три часа дня. Собаки лают, аж из себя выпрыгивают. Побежала на улицу, увидела листью задницу прямо у себя в саду. Задница удалялась. Схватила собаку, бежала в огород, выгнала курицу. Посчитала нововылупившихся цыплят, один уже куда-то делся. Прочла мораль индюшки на сетке, насыпала еды. Побежала к соседке, купила еще пять цыплят-девочек для комплекта. Попыталась поболтать с соседкой о своем, о женском. У соседки вылупы в инкубаторе, и она не спит третью ночь, поэтому просто повлыбались друг дружке, понимающими лицами, насколько хватит домой. Впихала под индюшку, убедилась в удочерении. Побежала в огород, воткнула салата и шпината. Побежала на холмы, убедилась, что конь не запутался. Билась в рукопашную с комарами, отбила коня весь в крови, была поцелована в плечо. Побежала в дом, схватила лоскутное покрывало, постигала, попутно написала пару важных писем. Побежала на кухню, слепила кекс. Пока пекся, выпила чаю. Внезапно восемь. Сбежались дети, рассказали, где были, что видали, затребовали ужин. Съели ужин. Побежала на холмы, забрала коней, запустила в леваду. При попытке впихнуть в леваду кобылу, встречающий ее конь решил крыть прямо через калитку и повис на ней передними ногами. Отпустила кобылу, сняла с калитки коня, убедилась, что конь на ходу. Поймала кобылу, впихала в леваду, кони унеслись, полила редиску и салат. Побежала куром, отобрала все яйца, расставила коней под денником, чесала ушки и пузы. Побежала домой, пересчитала детей. Оказалось четверо. Пришли с ночевкой соседские ребятишки. Утолкала всех по постелям. Трое решили непременно спать в логове на полу. Соорудила логово. Выразительно прочла главу из «Хоббита» вслух. Понезапно ночь. Приползла в кабинет, пообщалась по скайпу со странствующим мужем. Улеглась спать. Вспомнила, что нужно поставить хлеб. Забыла опять. Уснула. Проснулась среди ночи, поставила хлеб. Какая к чертям депрессия? Какие искания духа, астральные войны и прочие необязательные движения метущегося сердца? Счастье! Продолжение следует...